Созданный быть первым и заслуженно считающийся лучше. Боевой гоночный грузовик, эталонное воплощение инженерных решений огромного и слаженного коллектива профессионалов из набережных Челнов, непобедимый спортивный КАМАЗ легендарной команды КАМАЗ-Мастер в руках профессиональных автомобильных экспертов. Александр Добин. КАМАЗ безумно послушная машина, как и безумно дорогая. Андрей Каргинов. Успех побед заключается в порядке, в порядок железный. И Сергей Куприянов. Это самая интересная дисциплина в афроспорте и самая лучшая команда в мире. В программе... Гран-тест! Гран-тест. Гран-тест-Мастер! Есть у этого гоночного прототипа и отличительная особенность. Этот гоночный КАМАЗ-ГАЗОДИЗЕЛЬ. Четыре 89-литровых баллона с метаном добавляют машине почти 250 килограммов веса, 350 километров пути и удивительную проходимость по бездорожью на низких оборотах двигателя. Газо-воздушная смесь в момент запальной порции впрыска дистоплива воспламеняется в конце такта сжатия и при работе в газо-дизельном цикле разбавляет топливо, подаваемое во впускной коллектор. Однако предоставим слово нашим экспертам. В своей жизни надо всё попробовать. За больше чем 40 программ Гран-теста мы ездили на всём, чём только возможно. Наверное, сегодня это самая экстремальная и в прямом смысле слова самая дорогая машина. Ну, обо всём по порядку. Вот я буду экспериментировать на себе. Ну, а я расскажу о том, что такое управлять КАМАЗом изнутри, и почему это хорошо, и чем это плохо. А я расскажу вам, что такое быть в течение 10 лет пилотом спортивного КАМАЗа. Испытания песком и жарой для гоночного спортивного КАМАЗа – ничто по сравнению с испытанием людей за рулём этого многотонного грузовика. Все секреты гонки от машины до человека в уникальном телевизионном эксперименте в ближайшие полчаса на нашем канале. Это Африка. И в данном случае я имею в виду не название материка. Это название бархана, который находится в астраханской пустыне. Под ногами песок. Да почему под ногами? Песок везде, где только можно. На лице, в носу, в ушах, в карманах. На улице, по прогнозам метеорологов, 47 градусов в тени. Только здесь нет тени, друзья мои. И никто в данном случае не обвинит нас в том, что мы снимаем свои программы, не выезжая из города. Боевой гоночный КАМАЗ в сегодняшней программе в экстремальных условиях пустыни. Поехали. Александр Добин. Автожурналист. Возраст 45 лет. Водительский стаж 17 лет. До сегодняшнего дня не верил, что водительские навыки напрямую связаны с хорошей физической формой. Сотни раз, видя кадры с гонок Дакара, видя, как финиширует вот эта синяя армия, мы не слишком часто задумываемся, что представляет из себя этот автомобиль. И вот иногда у ведущего автомобильной программы выдается шанс один из шести миллиардов проехать внутри, рассказать о своих ощущениях и поделиться техническими характеристиками этого автомобиля. Потому что у него, как у любого транспортного средства, есть объем двигателя, есть максимальный крутящий момент, есть коробка передач. Как это все работает, мы сегодня и узнаем в деталях. Автомобиль КАМАЗ. Год создания 2013. Привод полный. Двигатель дизельный с турбонаддувом. Рабочий объем 18,5 литров. Мощность 950 лошадиных сил. Крутящий момент 3600 ньютон метров. Тип двигателя дизель метан. Максимальная скорость 165 километров в час. Разгон до 100 километров в час 4,4 секунды. Полная масса 10800 килограммов. Расход топлива от 50 до 200 литров на 100 километров. Запас хода 1500 километров. Цена тестируемого экземпляра более 600 тысяч евро. Для того, чтобы сесть за руль этого гоночного монстра, необходима гоночная лицензия, права, категории, позволяющие управлять таким транспортным средством. Ну и, наконец, навыки вождения этого автомобиля. Ничего этого у меня нет. Поэтому сегодня я поеду на месте механика. Поверьте мне, удовольствие еще то. Только для того, чтобы забраться в кабину, нужны не просто навыки, еще и физическая подготовка. Вот место механика. Здесь всего три сиденья. Подо мной, в общем, как и на каждом из ковшей, пятиточечный ремень безопасности. Сейчас я попробую застегнуться. Самое главное, перед тем, как начать движение, очень жестко зафиксировать все обсидения. Дело в том, что КАМАЗ как раз из тех автомобилей, которому все равно есть дорога или нет. И даже не водитель больше всего чувствует на себе все неровности поверхности, а как раз те, кто сидит рядом. Штурман и механик. Вот в таком положении я и буду двигаться. Шевелиться невозможно. Я практически полностью вжался в сиденье. Ну, я думаю, целее буду. Поехали. Самое первое, самое яркое впечатление, наверное, от того, когда ты садишься внутрь КАМАЗа и начинаешь движение, ты понимаешь, что ты едешь там, где, в принципе, нет и не может быть никаких дорог. Спасает как раз тот самый пятиточечный ремень, который реально сжимает с тебя в кресло. Можно в любом состоянии находиться, крениться, свешиваться, забираться на горы. И все равно даже на небольшой скорости ты не можешь избавиться от этого ощущения мощи. Огромная 11-тонная махина, которая разгоняет, сколько подумайте, да, 180 километров в час. Но по техническому регламенту ралли-рейдов скорость свыше 140 километров запрещена. Еще одно незыблемое правило технического регламента ралли-рейдов. Ход подвески пружин-амортизаторов от Лонжерона до Ресор не должен превышать 300 миллиметров. Иначе накладывают в финализацию штрафные санкции. Но когда работают эти 300 миллиметров, когда машина скачет по всем этим буеракам, неровностям, степи, мало не кажется, под правой рукой у пилота 16-ступенчатая коробка передач. И благодаря ей, ух ты, 950-ти сильный двигатель довольно плавно набирает и сбрасывает обороты. А если говорить об этой машине, на ней стоит газовое оборудование, которое впитает двигатель смесью из дизеля и метана. Несмотря на то, что метан в полтора раза ниже по горению, чем дизель, вот эта смесь позволяет КамАЗу на низких оборотах. Это как раз то, что нужно на ралли-рейдах, то, что нужно в песках и пусыне. Кстати, газом КамАЗ питают 4 баллона, которые установлены у меня за спиной. Они алюминиевые, каждый из них весит 35 килограммов. Все это накрыто кевларовой плитой толщиной сантиметров, потому что газ все-таки довольно опасная история. КамАЗ безумно послушная машина, как и безумно дорогая. Ну и я уже не говорю о том, что пилот гоночного КамАЗа, это не просто штучная, это уникальная профессия, но самое главное, что сегодня они участвуют в нашей программе. И я с удовольствием уступаю место перед камерой людям, которые на своем собственном, шкурном, если можно так сказать, опыте, расскажут вам о всех нюансах управления этим инженерным чудом, этой 11-тонной махиной на колесах. Кто-то катается на горных лыжах, кто-то ходит на яхтах, экстремалит кто как вожжет. Я выбрал для себя, наверное, самый экстремальный вид проведения свободного времени, это катание на боевом гоночном болиде команды КамАЗ Мастер. Все, что касается эмоций, ощущений, я как мог постарался вам их рассказать. Все, что касается ежедневного труда, поверьте, это адская работа, но мы ее делаем. И программа Гран Тест продолжается, а все самое интересное еще впереди. Добрый день. Я пилот КамАЗ Мастер, а в обычной жизни пресс-секретарь, представитель управления Газпрома. Я не гонщик, но уже четвертый сезон я езжу на боевом КамАЗе, который отличается от всех остальных тем, что он работает на газодизельной смеси. Об этом мы расскажем подробнее. Это программа Гран Тест, и продолжаю ее я, Сергей Куприянов. Сергей Куприянов. Пресс-секретарь, председатель управления ОАО Газпром. Пилот команды КамАЗ Мастер. Возраст 41 год. Гоночный стаж 5 лет. Убежден, что лучшей рекламой российского газа служат боевые победы газового КамАЗа. Это точно такой же КамАЗ, какие побеждают на Дакаре. У него есть только два отличия. Это внешняя окраска и газодизельный двигатель. В КамАЗах очень сильно трясет. Это уже новое поколение КамАЗов, которых гораздо комфортнее. Здесь главное – это безопасность, надежность и способность преодолевать на высокой скорости самое тяжелое бездорожье. В кабине все просто и предельно функционально. Главное, чтобы ничего не отвалилось во время преодоления тяжелого бездорожья, тряски, вибрации, которые сопровождают машину и экипаж на протяжении всей гонки. Последние модели КамАЗ Мастер поднялись уже настолько, что сейчас даже самые современные джипы во всяком случае на этапах чемпионата России не могут им составить конкуренцию. Аппарат предельно надежный, простой, очень быстрый, позволяющий преодолевать такие ямы, бугры, на которых обычная гражданская машина развалится уже через 10 минут. Давайте посмотрим, как это бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что рассказать про ралли-рейды? Экипаж выезжает каждый день на спецучасток, не знает, какая будет трасса, что его там ждет. Организаторы составляют дорожную книгу, по которой ориентируется штурман. Но там прописаны лишь общие вещи, указаны опасности и какие-то ориентиры. А в целом экипаж находится, конечно, в полной автономке. Сам я в кабину КамАЗа попал абсолютно случайно. Занимался раньше автомобильным ориентированием. Однажды попал на соревнования по ралли-рейдам, это был Кубок Россия. А еще через какое-то время, благодаря старым знакомствам с Семеном Семеновичем Якубовым, я смог попробовать свои силы на КамАЗе. Это было весной 2012 года. И просто заболел. Это самая интересная дисциплина в автоспорте и самая лучшая команда в мире. Люди, кто работают в КамАЗ-мастер, не просто ходят на работу. Они отдали эту жизнь. Даже, лучше сказать, не работали, живет как один единый организм. КамАЗ лучшая машина, КамАЗ-мастер, лучшая команда. А почему газодейственный? Я ведь работаю в «Газпроме» и думаю, чтобы даже увлечение соответствовали тому, чем ты занимаешься. Удачно совпали условия от строительства. У нас начала реализовываться масштабная программа по развитию газомоторного топлива газового двигателя. надежно, безопасно и эффективно. Если даже в сложнейших условиях в Африканской пустыне у нас не возникает никаких проблем с этим, значит, в обычной жизни они точно не должны возникнуть. Принцип работы достаточно простой. Мы не стали переделывать двигатель такой же, как и на других машинах. Отличие только в том, что при переключении на газовый цикл топливный насос высокого-высокого давления дает меньше солярки двигатель, а это компенсируется за счет подачи фигурки в воздушную смесь агитана. Самая тяжелая работа в экипаже конечно у Штормана. Ну вот устаёт целение физически, но зато Шторману сохраняет концентрацию, способность переключаться между дорогой и книжкой, течение всего скидс участка в условиях жуткой тряски это конечно заслуживает особого уважения. вроде каждой на это способен. Со мной Шторман уедет мой брат, поэтому нам гораздо легче найти язык и реагировать на ошибки друг друга, которые неизбежны. Когда ты возвращаешься после гонки домой, ощущение, что тебя не было месяца, хотя ты разду до 3-4 дня. Ну вот такая машина КАМАЗ на газодизельном топливе. Управляется непросто, но кайфа немерено. С вами был Сергей Куприянов, программа Гран Тест продолжается. Добрый день, меня зовут Андрей Каргинов, программу Гран Тест заканчиваю я. В детстве у меня была мечта ездить на больших и дорогих машинах, быстро ездить. И она сбылась. На протяжении 10 лет практически я уже управляю спортивным гоночным КАМАЗом. И по сравнению с Рос-Ройсом это превосходный автомобиль, который ездит очень комфортно и очень быстро. И по такому бездорожью, по которому ни одна машина не проедет. В основном люди оценивают и видят нашу машину снаружи. То, как она прыгает, то, как она быстро едет, преодолевает препятствия. Но то, что происходит внутри, это незабываемое впечатление. И не каждому человеку удается посидеть за рулем этой спортивной болицы. Экипаж грузовика состоит из трех человек. Это пилот, который управляет автомобилем. Штурман сидит посередине, показывает дорогу, куда нужно правильно ехать, в каком направлении. Говорит расстояние до каких-то препятствий, неровностей, ориентиров и так далее. И третий член экипажа это механик, основной задачей механики является следить за давлением в шинах, потому что грузовик имеет возможность регулировать давление из кабины и протяжение его пути. Зависит от скорости давление поднимает в шинах. Если песчаное покрытие, то опускает, делает его ниже. Ну а пилот слушая то, что говорит штурман и информацию, которую выдает механик, старается ехать максимально быстро и борется с секундной стрелкой. Андрей Каргинов российский автогонщик, пилот команды КАМАЗ Мастер Мастер Спорта России, победитель ралли Дакар 2014 года. Возраст 39 лет, гоночный стаж 31 год. Занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире пилот, финишировавший в Дакаре на трех колесах. А сейчас вы увидите, как выглядит КАМАЗ с места пилота. Самым, наверное, запоминающимся для меня был Дакар 2012. На протяжении всей гонки, это порядка 9 тысяч километров, мы не прокололи ни одного колеса, ехали очень аккуратно, были на третьей позиции, первые два места тоже были за КАМАЗами, но ближайший соперник ко мне на четвертом месте был всего лишь в 7 минутах от меня и нужно было не потерять эту драгоценную третью позицию. Но так получилось, что догоняя перед ведущего соперника, я в пыли не заметил срубленное дерево и опенек проткнул переднее правое колесо. И мы понимали, что если мы остановимся, то мы потеряем третье место. И тогда мы приняли решение, ну тогда наверное казалось оно маленько неправо подобным, что как можно на трех колесах ехать, но тем не менее мы проехали какое-то расстояние, когда я спросил у штурмана, сколько нам до финиша, он ответил, ну и говорит, километра два, три. На самом деле оставалось девять километров. Ну тем самым, как он потом сказал, он маленько скитрил и обнадежил меня, что не так-то и далеко до финиша. На самом деле это помогло мне. Вот, и когда мы финишировали, закрепились четко на третьем месте, правда на трех колесах. Ну, звездная болезнь, скажем так, у нас вообще неприемлема в команде и если будут замечены какие-то скажем, позывы к звездной болезни, то разговор очень короткий, очень жесткий, потому что человек, который, как говорит у нас, поймал звезду, он уже перейдет, скажем, в такую стадию, что он, ну, ему не место быть в команде, грубо говоря. То, что порядок в команде есть, это однозначно. И вообще успех побед, он заключается с порядком, порядок железный. В принципе, сейчас на Дакаре настолько сильная конкуренция, что реально человек 20 претендует на победу. Техника настолько достигла высокого уровня, настолько высок уровень пилотирования экипажей, что какие-то тонкости, какие-то нюансы позволяют ехать чуть-чуть быстро и на протяжении всей гонки вот складываются вот эти минутки, а то и часы преимущества. Газодизельный КамАЗ имеет свои преимущества. Мы делаем первые шаги с этим мотором, скажем. Я думаю, все впереди и действительно за этим мотором большое будущее. Все мы прошли школу механиков сначала сидя справа в автомобиле и тем самым мы присматривались, как ведет за рулем себя наш Екзар Азатович Мордеев. Первые навыки вождения они брались именно у него, смотря, как делает это он. И уже видя, как ты себя ведешь на месте механика, тебе постепенно начинают доверять руль и все больше и больше время проводишь за рулем. Ну и действительно, сидя за рулем, ты целиком контролируешь ситуацию, ты управляешь автомобилем, поэтому, сидя за рулем, должна быть ну просто неимоверная сосредоточенность. Поэтому огромная ответственность, ну и огромное впечатление то, как под своим управлением может быстро ехать машина, как она преодолевает какие-то трамплины, неровности и так далее. Тот, кто думает, что это кайф, да, он по-своему прав. Тот, кто думает, что это тяжелый изнурительный труд, он тоже по-своему прав. Но именно две вот эти противоречивости и дают те незабываемые впечатления, ради которых мы уже 10 лет занимаемся этим видом спорта. С вами был Андрей Коргинов, это программа Grand Test. Покупайте больше наших российских КамАЗов. Вы все видели сами. Хотя ни одна программа не способна передать всех ощущений, которые ты испытываешь в кабине грузовика в 50-градусную жару в изнуряющей многокилометровой гонке. Хотя наши эксперты люди привычные. я бы с удовольствием пожелал каждому из вас хотя бы раз в жизни прокатиться внутри этого автомобиля. Даже не за рулем. На сидение штурмана или механика. Чтобы испытать себя в настоящих боевых условиях. В пустыне, в 40-градусную жару возможно другого шанса не будет. Ну и мне сегодня будем думать повезло. Мужских увлечений довольно много и некоторые считают что вот это это что-то для избранных. На самом деле совсем не так. Ралли-рейды достаточно доступный и демократичный спорт. Недаром скажем на Дакаре почти 80% это частники которые всю жизнь мечтали о том чтобы увидеть финиш этого марафона. Поэтому стоит попробовать. Может быть отложить шахматы. Я лично для себя выбор сделал и лучше этой машины не найти. Камаз-мастер. Когда мне было 8 лет отец привел меня на картинг. Сейчас моему сыну уже 8 лет из которых 5 лет он занимается картингом. Посмотрим что из этого получится. Как метко заметил семикратный чемпион Дакара Владимир Чагин в России с дорогами пока есть проблемы а с бездорожьем полный порядок. Именно поэтому теперь уже экологические Камазы не имели и не будут иметь себе равных в любых даже самых экстремальных гонках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok